Всем привет! У меня сегодня по плану заняться малиной и паркохозяйственный день. Нужно помыть бочки. Дождевая вода почти закончилась. Остался один запас. Но надо все вымыть, приготовить. На следующей неделе вроде дожди обещают. Ну и заодно стенку помыть, почистить. А то немножко как-то все выглядит не очень. Мою все очень просто. Немножко добавлю фэйри. Возьму старую-старую метлу. Но ей так удобно зато мыть все. И погнал по кругу. Одну бочку, вторую бочку. В одной рукой они удобно. Короче, это не интересно. Вот здесь. как раньше в автоматах стаканы мылись. С бочками побаловались пришло время малину вырезать. Начнем с края. Смотрим что у нас тут. Что хорошее, что мелкое. Что нам нравится, что не нравится. Сорняк сразу убираем. Не жалея. Чем больше жалеешь, тем урожай меньше. А мне нужна крупная спелая ягода. Хорошая, вкусная ягода. Сейчас так в предварительном начале для красоты, а потом еще раз пройдусь. Еще раз пройдусь уже капитально обрежу. Запустил огород. У вас есть такой болт? У меня есть. Не знаю зачем он здесь, но я на огороде ношу. Вот этот штырек. Это я так хожу, когда время есть. Слизни собираю. Уже больно они тут докучают. Ну а потом засыпаю все шнеком кормом. И вуаля. Крапивка. Красота. Обожаю крапиву. Должна быть в каждом огороде. Хорошо, когда с соседом можно друг другу ходить. Сосед хороший. Зашел на территорию. Пожалуйста, без всяких проблем сделал. Ему и себе хорошо почистил. Почистил. Будет красиво. И для него, и для меня. Главное потом убрать засыпу. Смотрите, какой сочный. Цветная вещь, но мне надо. Я не веган, но зелень хорошая. Вот так. Теперь она дальше попрет. Сегодня еще удобрю зеленым вонючим удобрением. Которое, кстати, готовили. Показывал я, как готовил. Оно уже готовое. И в мешке готовое надо показать. Вот. Как-то так. Ну вот, прорядил малину. Смотрите, получается. Вот куст. У него здесь составил. Тут получается семь. Здесь четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, ну еще один уберу потом попозже. Ну это ничего страшного. Здесь тут три. Тут четыре, семь. Здесь тоже порядка семь. Так, восемь с той стороны. Ну и здесь также. В принципе, шесть, семь, восемь. Ну, это еще где-то не доглядел. Я потом в итоге сформирую именно по количеству. Вот. Как у меня здесь по проволокам сделано. Они еще немножко подрастут. И я их потом распределю, чтобы одинаково было. И еще кое-какие лишние уберу. И они у меня вот одинаково. Каждый год вот для каждой лозы есть своя проволочка. Очень удобно, практически застегнуло все. Один раз сделал и на все года. Не надо эти ленточки там постоянно обрезать, что-то куда-то делать. Вот. Одинаковое количество на одинаковом расстоянии. Просто немножко ветром их погоняло. Ну, я потом раскидаю. Сделаю. То же самое с виноградом. У винограда всегда вот здесь стоят. Здесь, здесь, здесь и так далее. В винограде их ничего так ожил, шевелится. Я бы сказал, даже неплохо шевелится. С этой стороны вообще, смотрите, какой прирост. Здесь еще лишнее есть. Надо скоро уже обломывать начну. По идее, уже надо было обломать. Но нехватка времени. Здесь вот сорсузи. Тоже неплохо. Хоть и померз был немножко. Но вот такие жирненькие, хорошенькие. Это я его еще не кормил. Надо подкормить. Ну, ничего так идет. Здесь вот, конечно, после зимы еще остались остатки. Не после зимы, а после заморозков. Ну, есть из чего выбирать. Ну, и этот, который совсем померз. Тоже ожил. Короче, живет, процветает. Есть тут откуда взяться. По одному, по два. Это уже хорошо. Короче, сделаем так, как нам надо. А на этом кусту вот немножко плачевно. Здесь, к сожалению, как померзло. Ну, вроде почки есть живые. Как там дальше будет, посмотрим. Это, конечно, все замерзшее, сухое. Но почки живые есть. Надеюсь, еще что-нибудь вырастим с этого куста. А в эту сторону идут направления нормально. Вот оно как замерзло, интересно. Ну, и помидорки в ведрах. Ну, что, так бодренько себя чувствуют. Уже томатики висят. Цукини уже ругаются, говорят. Блин, давай на землю уже. Что ж ты такая? Да, цукини. Ну, да, мы же говорим. Вот тоже перчики. Ну, а тут бочки новые. Виктор, спасибо большое. Вот надо еще крышки вырезать. Наверное, завтра займусь. Вообще, у кого-нибудь есть идея, как вот эти вот бочки поженить одну с другой, чтобы их поставить в высоту одну на другую и закрепить? Я вот думаю, что вот можно вырезать, да, и их вверх ногами, вот этими кантами друг к другу поставить, какую-нибудь резиновую прокладку и зажим какой-то такой. Ну, вот мысль есть, буду думать. Хочу поставить, чтобы бочка была в высоту, чтобы давление было, и можно было капельный полив в теплицу сделать. Это в отпуск поеду поливать, чтобы было все самообслуживаемое. Продолжение следует...